3 сентября в школе-интернат номер 9 провели командно-штабные учения с сотрудниками муниципально-казенного учреждения Управления по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности муниципального образования городской области, приуроченная ко Дню гражданской обороны. Ведущий специалист по связям со СМИ Остия Трабаданова рассказала о проводимых работах и поздравила всех сотрудников с Днём гражданской обороны. Проведение командно-штабных учений намечено на несколько этапов. Первые два этапа – это этап эвакуации, действия дружины юных пожарных совместно с нештатно-аварийным формированием, которое есть из числа воспитанников интерната. Затем, третий этап у нас – приезд на место спасателей наших, поисково-спасательные службы. Они будут проводить эвакуацию из здания путем использования выдвижной лестницы, со второго этажа и путем горно-спасательного снаряжения с третьего этажа. Пользуясь случаем, хочу поздравить с Днём гражданской обороны, весь коллектив городского управления с профессиональным праздником, а также всех людей, которые причастны тем или иным образом к гражданской обороне. Так как на каждом объекте города имеется человек, уполномоченный по гражданской обороне. Это не только наш профессиональный праздник, но это и их профессиональный праздник, с чем я их и поздравляю. Тимур Магомедов – спасатель второго класса старшей смены, подчеркнул, какую пользу получают в таких учениях не только учащиеся, но и сами спасатели, отметив, какими качествами должен обладать сотрудник гражданской обороны. В первую очередь и для нас, для получения навыков, все больше и больше, и для детей тоже, чтобы они были готовы, что самая большая проблема при этих любых человеческих ситуациях – это что? Это паника. Чем больше в таких учениях и заведениях проводятся такие мероприятия, уже дети знают, как надо себя вести, куда надо выходить, узнают сигнал, который дается в таких заведениях. И мы тоже получаем очень большие навыки. Сотрудник МЧС, он должен в первую очередь быть физически подготовленным человеком. Потом должен обладать такими навыками, как медицина, потому что должен оказать первую медицинскую помощь, он должен оказать. Он оказывает первую медицинскую помощь, потом отдает пострадавшему руки скорой помощи. Потом должен обладать психологической подготовкой, потому что он сталкивается с очень многими такими травмирующими, такими последствиями, поэтому психологически тоже должен быть подготовленным. Ежегодно сотрудники служб гражданской обороны спасают более тысячи людей, рискуя своим здоровьем и жизнью. Представить современную жизнь без них почти невозможно, ведь они выполняют одну из самых тяжелых и важных работ – обеспечения безопасности общества. Курбан Гириханов, Пермагомед Пермагомедов, информационная программа «Пульс».